Касаемо вопроса о том, что мы в пузыре, я не верю в это, и я рада, что многие люди беспокоятся, что мы в пузыре. Я испытала пузырь в конце 90-х, и да, стоимостные инвесторы там были действительно обеспокоены, и они думают, что у них снова будет место под солнцем, потому что они так хорошо справились во время технического и телекоммуникационного краха. Я не думаю, что сейчас это так. Я думаю, что семена того, что мы переживаем сейчас, были посеяны еще тогда. Слишком большой капитал гонялся за этими возможностями слишком рано, после слишком малого количества возможностей, и технологии были неправильными, затраты были слишком высоки. Сейчас мы на пике цены для тех пяти платформ и тех 14 технологий, и мы только начали. И они будут очень прорывными, и, возможно, будут разрушительными для многих стоимостных инвесторов. Не все, но любой, кто смотрит на цену, остерегается, что она может исчезнуть. Из-за прорывных инноваций, любой, кто смотрит на такую высокую дивидендную доходность, скажет, я должен держаться за акции, срок и дивидендной доходности, если эта компания находится в опасности. И я сказала бы, что около 50% S&P 500 находится в опасности. Почему бы нам не подумать, что мы в пузыре? Потому что, если вы посмотрите на потоки капитала с начала 2018 года, и вспомните, что в 2017 году у нас был большой рынок, так что мы ожидали, что потоки действительно начнут бить ключом. Что произошло с тех пор? Это чистая ликвидация. Если вы просто посмотрите на ETF и взаимные фонды, произошла ликвидация на сумму 350 миллиардов долларов, без учета выкопа акций. Не считайте их. И если вы посмотрите на фиксированный доход, чистый приток составил около 900 миллиардов долларов. Так что подумайте об этом. Разрыв в 1,2 триллиона долларов. Я не поверю, что мы находимся в пузыре акций, пока не увидим, что эти отношения перевернулись. Я считаю, что облигации в данный момент в пузыре. И я верю, что то, что только что произошло с GameStop, AMC, American Airlines и Bad Bath & Beyond, все это усугубляет пузырь облигаций, потому что вы вносите залог задержателей облигаций, чтобы они могли вложить эти деньги в другое место. Ну и вы знаете, я нахожу это действительно интересным явлением. Я не думаю, что это продлится. Я думаю, что это был хороший звоночек для инвесторов в целом, чтобы вы понимали, кто что делает и почему. И для таких инвесторов, как ARK, чтобы сказать, смотрите, правда победит, убедитесь, что вы на правой стороне изменений, потому что там так много инноваций, в которых происходит прорыв, и он будет происходить ускоренными темпами в течение следующих 50 лет. Так что будьте осторожны. Друзья, я думаю, что в интересах Кэти говорить о том, что пузыря сейчас нет, ведь большинство ее активов хайповые и находятся около или на исторических максимумах. А что вы думаете по поводу высказываний Кэти Ууд? Пузыря нет? Буду рад вашему мнению в комментариях. Всем пока.